Друзья, всем привет! В этом видеоролике я донесу до вас полезную и актуальную информацию о том, что происходит на рынке по продаже новых автомобилей. А именно, мы в первую очередь с вами обсудим тот беспредел, который творят дилеры. И кто эти люди, которые покупают автомобили с такими бешеными наценками? Я не буду делать предысторию о том, что сегодня, приходя в автосалон, вы получаете, помимо розничной цены, нагрузку на 300, 400, 700, миллион рублей сверху для того, чтобы купить автомобиль. Вы все про это прекрасно знаете. Материала действительно получилось очень много, поэтому этот ролик я разделю на две части. А в следующем я сделаю с тайм-кодом также по каждому бренду, какая ситуация происходит с менеджером, с кем я работаю. Информацию мне предоставили, буду анонимно вставлять их ответы, что происходит по их сегменту, по Киа, по Фольксвагену, по БМВ. И у вас будет полная картина, что творится на рынке. Этот ролик, который я сейчас озвучил, выйдет ориентировочно в следующий вторник в 12 часов дня. Поэтому подпишитесь на канал, если вы еще этого не сделали, чтобы его не пропустить. И также, подчеркиваю, подписывайтесь в Инстаграм. Реально полезная тема. Регулярно в сторис выкладываю различные предложения. Недавно были два лангкрузера Прада в РРЦ, что на сегодняшний день, вау, тачки отлетели в момент. Периодически вылетает масс-сегмент, который тоже плюс-минус выгодно по рынку можно купить. Там, вы это видите, можете позвонить, быстренько сделочку оформим. Я сделал для себя тезисы, о чем мы сегодня поговорим. Таким образом, у этого видеоролика будут тайм-коды. Приятного просмотра. Поехали! Подозреваю, что этот сюжет будет длиннее, чем обычно. Тем не менее, тайм-коды оставляю. Но в идеале, послушайте внимательно, чтобы вы понимали, что происходит. Вот смотрите. Сегодня многие удивляются, как такое вообще возможно. Цены на новые автомобили растут и растут. Так при этом на них на все навешивают допы. Мы сейчас в первую очередь затронем масс-сегмент. Все то, что там до 3-4-5 миллионов рублей. Навешивают доп оборудование на 300-400-700 миллионов рублей. Но при этом кто-то эти машины допокупает. Вот давайте разберемся, кто же эти люди, которые совершают покупки и дают возможность с дилером дальше продавать так машины. Ведь первое правило экономики, самое стандартное. Спрос рождает предложение. Если бы на этих условиях машины не покупали, ну, само собой, таких бы условий не было. Они бы делали что-то более выгодное для того, чтобы продолжать продавать автомобили. Вот я вам отвечаю на этот вопрос. Большая часть покупателей, внимание, большая часть покупателей, пусть это будет примерно там 70%, это финансово неграмотные люди. Это те самые люди, которые не пользуются интернетом, они не смотрят сюжет, им не интересен YouTube, им не интересно смотреть нудный ролик о том, как правильно купить машину. Им не интересно читать что-то в интернете, какие-то статьи. Они заходят в автосалон, где их встречает менеджер. Кто такой менеджер? Это специалист по продажам. Как правило, человек должен уметь продать вам красиво, чтобы вы выехали из автосалона и сказали, блин, все прошло классно. И именно здесь начинается стандартный развод. Для всех вас, кто в теме разбирается, кто смотрит сюжеты, это будет и серия повторения, мать учения, одно и то же. Человеку говорят, ля, да мы для вас сейчас сделаем хорошую скидку. Вы хотите купить керри у X-Line, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, любой автомобиль, пожалуйста. Вот у него цена там полтора миллиона, мы вам сейчас сделаем скидку за кредит 150 тысяч. Несмотря на то, что вы кредит будете платить, вам нет денег у вас. В триденчик давайте машину сдадим, мы вам сейчас скидочку еще дополнительно сделаем. Если хотите, я вам могу допы вообще по себестоимости продать. В общем, что угодно могут человеку вешать на уши, и он на это покупается. То бишь он покупает эти обещания, эти сказки. Почему? Стандартно. Машина стоит полтора миллиона рублей. Вам говорят, мы вам сделаем скидку 300 тысяч рублей. Приносит договор купли-продажи, где написано автомобиль такой-то, это для примера миллион двести стоит. А по факту в кредит, в тот самый, вам закидывают 500 тысяч сверху. Но я уже неоднократно про это говорил, что в большинстве своем людям важно два параметра. Это ставка по кредиту и ежемесячный платеж. Вот если он видит пониженную ставку процентную, и ему еще красиво ее преподносят, что 8,9, когда везде потребы там 12, 15, 16, а тут у тебя 8,9. Так еще у тебя и скидка, вот же смотри, в ДКП написано, цена-то ниже, и платеж 27 тысяч рублей. А человек как раз рассчитывал до 30 тысяч рублей. Он говорит, супер, руку жмет, расписывается и уезжает. И он даже в принципе может и не знать о том, что он лошара, он купил тачку дороже. Друзья, вот именно они создают тот самый спрос на рынке. Люди заходят, это могут быть 25, 30, 50, 60 лет. Очень часто я получаю письма о том, что Дмитрий, вот у нас здесь в автосалоне отца у меня обманули, того-то обманули, а отцу там не 70-80 лет, а 55-60. О чем это говорит? Человек советского образования, да, он учился в Советском Союзе, он, ну как бы нам сейчас говорят, что нынешнее поколение тупое становится, а вот раньше образование было лучше. Тем не менее, мне 30 лет, меня учили в школе чему? Вот такие формулы ты пишешь, x1, все в скобочках, ответ 1а получается. А вот как правильно купить что-то в кредит, нас сегодня никого не учат. Я об этом неоднократно говорил, что сегодня в школах, в институтах людям нужно показывать, как купить телевизор в рассрочку, как купить автомобиль в кредит, как правильно оформлять ипотеку. Многие над этим смеются, типа, чего? Это же так смешно. А с другой стороны, вот вам, пожалуйста, сотни, тысячи, я не знаю, миллионы кинутых людей по нашей стране, которые не знали о том, что их обманывают в момент подписания сделки, потому что не умеют простые вещи считать, не понимают даже, куда смотреть. А на самом деле, все вот эти бумажки, договора, все написано на главной странице. Все это можно увидеть, когда ты знаешь, куда смотреть. Все, это элементарно. Поймите правильно, я никого ни в коем случае не хочу обидеть. Но все вы видели вот эти хайповые новости, когда, посмотрите, Маргарита приехала в автосалон покупать машину, которую ей озвучили в миллион рублей, но по факту ее пробили за 3 миллиона рублей. Ну, давайте посмотрим, вот мы заходим с вами на официальный сайт Первого канала, какие передачи здесь идут. Весь день. Давай поженимся. Мужское, женское. Время покажет. Вечерние новости. Пусть говорят. Время покажет. Время покажет. Какие-то сериалы. Что будет утром у нас? Выборы. Телеканал Доброе утро. Новости. Доброе утро. Жить здорово. Модный приговор. Короче, ни одной финансово полезной передачи, где людей бы натискивали, объясняли, что смотрите, сейчас у нас есть целая проблема. Людей обманывают в автосалонах. Людей обманывают с кредитами. Как правильно это сделать, чтобы по всем каналам, чтобы по всей стране канал показал. Вещание-то по всей стране. И чтобы люди, посмотрев его, его крутили так же по 3-4 раза в день. Одно и то же. И рассказывали, как правильно взять потребительский кредит. Если вам нужны деньги, учитывайте то-то, то-то, то-то. Нет такого. Наш любимый YouTube. Залетаем сюда. Тренды. Первое место. Беременна в 16 лет. Второе место. Какие-то японцы ворвались со своим клипом. Или китайцы. Непонятно. 8 часов 8 миллионов просмотров. Мурат встретился с Томаевым. Тот самый человек, да, уже все его знают. Ему можно сейчас на волне хайпа грипсти огромные деньги за интервью. Инстаграм развивать и так далее. Эксклюзивный эфир и игра. В общем, развлекательный контент. Я не говорю, что это плохо. Это интересно. Это легко смотрится. Людям это нравится смотреть. Здорово. Но не смотрит народ в финансовой передаче. Нет их в тренде. Нет их на центральных телеканалах. Нету статей, развернутых в газетах. Именно поэтому народ вот такой. Они не понимают, куда смотреть. Они не понимают, как считают. Они не знают о том, многие, что творится беспредел, что есть наценки. Они приходят и говорят, да, блин, цены изменились. Вот так вот все выросло. Нюх ты лихо. И что же делать-то? Ну вот в кредите-то можно рассчитать. А в кредите-то всегда же вроде полегче. Каждый месяц сдаешь по чуть-чуть. Вот и поехали вперед. Тем более на 5 лет. А многие сейчас уже дурят людей. Их кредит делают на 7 лет. Как бы не говоря о том, что платить нужно будет 7. Вот поэтому, ребята, вот этот спрос, который идет, это в первую очередь его закрывают люди, которые не понимают, что происходит. Вторая категория людей, это те, у кого есть деньги. Вот есть у человека деньги. Он приходит и говорит, мне не нужен никакой кредит. Вы меня здесь не обманете. Трэйды на я не буду звать. У меня наличка. Ему говорят, слушай, наличка, полтора миллиона стоит машина, плюс 200 тысяч сверху. Он обошел все салоны, он обзвонил всю страну и понимает то, что плюс-минус по рынку одно и то же. Где-то там далеко он нашел 150 тысяч сверху. Но это нужно ехать, посчитал. И он понимает, что хочется. Я хочу эту машину здесь и сейчас. И деньги у него есть. Он пофигу. Пошел, купил. Это вторая категория. И третья категория. Это те, кто приходят, понимают то, что это невыгодно. Они не готовы покупать сетку в решетку за 150 тысяч рублей. Но при этом обходят всех. Никто им не готов отдавать машину в розницу. И вот они начинают бить бунты. Серии об этом. Ну, снимать видео свои, там, видеообзоры. Писать комментарии на Ютубе, что вот ходил в салон. Ну, в общем, давать обратную связь, чтобы твориться беспредел. Начинают писать там различные обращения фас и так далее. Это вот те люди, которые понимают то, что это несправедливо, нечестно. Они не покупают. Но за счет первой и второй категории продажи идут. Вот поэтому, ребята, это будет продолжаться. Ровно до того момента, пока народ не поймет то, что сейчас машины невыгодно покупать. Но, тем не менее, как вот сказать, да, сейчас невыгодно. А что будет дальше? Некоторые говорили год назад, да зачем покупать машину? Да еще и в кредит. Надо подождать. А что получилось? Что год назад те, кто купили машину, тогда не было таких еще бешеных наценок, можно было купить машину по РРЦ. Люди противились, не хотели покупать по рознице, потому что на Мазду-то 6 150-200 тысяч скидка была, а тут по рознице ее забирать. Ну, не знаю, буду ждать. Те, кто купили по рознице, они зафиксировали ценник прошлогодний. Они выплачивают проценты. И, соответственно, даже с учетом того, что они переплатят проценты, им все равно выгодно. Потому что сегодня ценник, например, на Мазду-6, да и на все другие автомобили, он вырос и продолжает расти. Так еще на все эти тачки навешивают допы вообще бешеные. По 400-500 тысяч рублей. И вот здесь стоит такой хороший вопрос. Так в итоге-то что получается? Год назад по РРЦ в кредит было выгодно купить, нежели чем сейчас? А что будет завтра, что будет дальше? Вот большой вопрос. А я хочу поднять очень важную тему. Вот послушайте. Все олдовые предприниматели год за годом жалуются на то, что их бизнес становится все менее и менее востребованной, а значит и менее прибыльной. Вы скажете, иди на завод. Так и на заводе давным-давно уже людей сокращали, потому что им на смену приходят роботы. Вот вам, пожалуйста, живой пример промышленной революции. И уже не кажется смешным, что скоро на аэросети заменят многие профессии, а востребованными будут те, кто умеют их разрабатывать и обучать. IT-сфера сейчас развивается с бешеной скоростью. Одна из самых востребованных профессий в IT это Data Science. И за такими технологиями будущее, в том числе и в автомобильной сфере. Например, автопилот Tesla или беспилотные автомобили от Google. Всему этому голова Data Science. И вот сейчас самое важное. Чтобы успевать за прогрессом, не отставать от будущего и в дальнейшем быть востребованным, иметь возможность зарабатывать деньги, я со всей уверенностью рекомендую вам пройти курс Data Science в Skill Factory, где вы получите современную и высокооплачиваемую профессию. Только за прошлую неделю в Headhunter было открыто 1500 вакансий в Data Science с зарплатой от 120 тысяч рублей. Что говорит о колоссальной нехватке кадров в этой области. При вашем желании на курсе с нуля вы запросто научитесь программировать на языке Python, создавать искусственный интеллект, обучать нейронные сети, анализировать данные и самое главное строить прогнозные модели, которые помогают бизнесу принимать верные решения на основе данных. Ребята разработали свою формулу успешного обучения, где ключевое максимум практики. Занятия с экспертами из Яндекс, NVIDIA, EORO, поддержка менторов на всех этапах обучения и подготовка к трудоустройству. Ты сам выбираешь для себя удобное время, нагрузку и можешь проходить обучение в комфортом для себя ритме. Именно поэтому курс легко можно совмещать с работой. А в пользу Skill Factory я хочу сказать, что они занимают лидирующее место на рынке по обучению IT-специалистов, о чем говорят отзывы студентов на независимых площадках. Я договорился со Skill Factory на максимально возможную скидку в 45% по промокоду МАШКОВ. Друзья, получайте новое образование и меняйте вашу жизнь к лучшему вместе со Skill Factory. Двигаемся дальше. Почему такое происходит? Машин мало. И вот здесь возникает первый такой важный вопрос. А дефицит, который нам говорят, это умышленный дефицит? Он реально существует этот дефицит или же нет? Пообщавшись со многими дилерами по всей нашей стране, могу отметить следующее, что у некоторых реально машин просто-напросто нет. Вот ты приходишь к дилеру в салон, у него есть склад, там можно увидеть 5 машин. Все. У некоторых вообще машин нет. И они продают машины, которые говорят, у вас будет поставка 30 автомобилей на этот месяц. Все эти 30 автомобилей продаются на момент, когда они еще даже не доехали. При этом некоторые отмечают, что вот там проезжал мимо завода, там ломятся парковки от того, что машин полно. Так в итоге что это такое? В салоне машин нет, а у завода-изготовителя полно машин. Как выясняется, есть проблемы с полупроводниками, какими-то незначительными запчастями. Так, например, машина может быть собрана, внимание, на 99% из 100. Не хватает чего-то. Вот из-за этого 1% ждут, чтобы его доставить и довезти машину. Когда это будет, ну, производитель дилерам такого внятного ответа не дает. Соответственно, там, кем бы вы ни были, директором будете звонить, ну, по крайней мере, вот я общаюсь со всеми. Никто не знает. Все хотят продавать, но никто не знает, когда машин будет больше. На основании этого можно, первое, сделать вывод такой, что у многих сейчас действительно не хватает автомобилей. Это не так, что ты приходишь к дилеру и ты думаешь, ага, он врет специально, мне не хочет продавать машину. Им нужно продавать машины. Если бы у него она была, ему было бы выгодно тебе сказать, смотри, есть вот Kia K5 2200, ну, мы тебе дадим за 2500. Ему хоть что-то, какое-то предложение тебе нужно сделать, чтобы с нее заработать. А не так, что он тебе говорит, K5 есть, но мы тебе не предложим. Будем сидеть, ждать там 2-3 месяца, чтобы машина в цене выросла. А вот именно так, как выясняется, делают заводы. Мне пишет один из дилеров, что машина, например, по базе показана, что она готова, все ее можно отгружать, но завод ее не отгружает. Потому что завод точно так же ждет планового поднятия, чтобы прислать вам автомобиль, и вы уже, как дилер, купили его по новой цене, ну и, соответственно, продавали. Таким образом, какой-то сговор со стороны, и умысел со стороны производителей тоже в этом есть. Поэтому сегодня, когда вы ходите по салонам, звоните, и вам везде говорят, нет машины, нет машины из поставки, только смотреть. Это действительно так и есть. Но вот поставить такой глобальный вопрос, а специально ли так делают сами производители, сложно. Так как им, в первую очередь, выгодно продавать больше автомобилей, самому производителю. Не 10 машин он скинул в месяц, а 100, 200, 300. Очень часто бывает такое, что говорят, вот продажи упали. Но, конечно, они упали, потому что производства автомобилей стало меньше. Чем больше будут производить автомобили, тем, в первую очередь, выгодно для самого производителя. Ему нужно сливать больше товара. А в силу того, что автомобилей меньше, здесь начинают, естественно, зарабатывать дилеры. Ему прислали 10 автомобилей, а на них 50 человек звонков. Он, естественно, понимает, что спрос превышает предложение. Но и здесь, соответственно, начинает расти цена. А раньше было наоборот. 100 машин стоит у дилера, а на них звонков 50. Соответственно, в два раза больше автомобилей и в два раза меньше покупателей. Тут начинается подарочек, допы повесим вам в подарок, скидку сделаем. Поэтому здесь все просто, как 2 плюс 2 равно 4. Двигаемся дальше. Вот интересная тема про RRC и допы. Очень часто можно увидеть ролики, отзывы людей, статьи различные, что, приходя в автосалон, вам на автомобиль предлагают купить сетку, защиту картера за 500 тысяч рублей. Друзья, важно понимать, что это тупо высокомаржинальный доп. Основная задача чего не то, чтобы вас там удивить, можно и на Land Cruiser 300 пробить керамику за 3 миллиона рублей. Такое действительно есть. Это есть. Но это тупо высокомаржинальный доп. Основная задача просто заработать денег сверху. Многие начинают думать о том, что это же незаконно, поэтому можно будет направить жалобу в ФАС, в прокуратуру и как-то с этим бороться. Вот один из дилеров мне рассказывает, что в ближайшее время, например, у них не будет существовать вообще понятия RRC. Не будет вот этого от, такой-то цены. Ты будешь приходить в автосалон. Там стоит машина, уже укомплектованная доп. оборудованием. Те просто говорят, она стоит миллион семьсот. На вопрос, а сколько у нее розничная цена, тебе даже отвечать не будут. Тебе будут говорить, вот эта комплектация Comfort с мотором 1.6, ее цена миллион семьсот. Вы получите также на автомобиле защиту картера. Хотите, покупайте. Не хотите, не покупайте. И как этот же дилер рассказывает, у них уже были судебные тяжбы, когда на них писали жалобы, они проходили. А юристы, аферисты, которые работают в рамках закона, то есть легальный обман, они-то все обходят. И на основании этого суд говорит, типа, ну а какие вопросы к дилеру? Он, продавец, имеет право предложить вам купить аксессуар для ключей, какое-нибудь колечко за 10 тысяч рублей. Когда ему цена там 50 рублей. Не хочешь, не покупай. Тебя же никто не заставляет, не заставляет. А когда вы подписываете кредиты, где у вас включены доп. продукты на полмиллиона рублей, там черным по белому все это расписано. Вы везде ставите свою подпись, вы везде совсем согласны. И когда на следующий день вам дядя там Вася, дядя Дима, дядя Петя объясняют, что тебя обманули, что ты об этом не знал, приходя в суд, история из серии, а мне не сказали, меня вот ввели в заблуждение, она не прокатит. Потому что суд в первую очередь руководствуется бумажкой. А на бумажке написано, я Иванов Иван Иваныч, покупаю автомобиль, везде подписи ставят, на все согласен. Как правило, еще и доп. соглашение подсовывают, где написано, что ты не готов ни от чего отказываться, тебе все устраивает и всем доволен. А это как бы документ с печатями и так далее. Поэтому, ребята, надеяться на то, что вы купите, а потом как-то будете отбиваться, можно. По закону, пожалуйста, это существует. Но, как показывает практика обратная, дилеры точно так же готовы к вашим атакам на них. И поэтому они стараются это все дело обойти. Да и вообще, я уже поднимал тему, что те, кто соглашаются на покупку автомобиля с допом, осознанно, да, вот с наличкой пришел человек, он завтра не побежит по юристам, подавать в суд, потому что это все долго. Он купил машину, все, он катается, он думает, а, заработаем, будем трудиться, чем на это время тратить, нервы, в общем, не готовы. И вот по всему вышеперечисленному можно смело сказать, ну это же беспредел. Обманывает людей, ну да, там финансово неграмотный человек, он не разбирается в кредитах, ну он же в этом не виноват, он специалист в своем деле. Он приходит к официальному дилеру России 2021 год. Почему его обманывают? Ну так не должно быть. Я с вами полностью согласен. Поймите, я не пытаюсь там кого-то сказать, что дилер молодец или там люди плохие. Я вам просто доношу актуальную информацию, а вы ее анализируете и как считаете правильным, так и поступаете. То есть это для вас полезная информация. Но здесь вот хороший вопрос возникает. Ведь есть надзорные органы. Куда смотрит ФАС, многие пишут. Куда смотрит прокуратура. Вот это хороший вопрос. Куда они смотрят? Ведь, допустим, этот сюжет или там ролики, где люди приходят и показывают, что обман происходит, навешивают доп. оборудование, впаривают его, статей полно, журналисты снимают, этого полно. И зачастую даже видеосъемка, она вся, как сказать, документальное доказательство. Ты приходишь к дилеру, он тебе говорит, машина стоит миллион двести, но мы ее продадим миллион пятьсот. Не дадим вам возможность отказаться от этих допов. В общем, вам впаривают навязывать эту услугу. А делать так не должны. Вопрос, ну почему не происходит разбирательство со стороны ФАС? Не знают они? Да они все завалены письмами. Поэтому вот этот вопрос остается открытый. Почему? Ну, с их стороны нет активных действий. Но я склонен считать, что дилеры к этому очень сильно тоже готовятся, потому что там отдельный штат юристов, вы об этом прекрасно знаете. И все вот эти нападки, они разбирают, сто процентов у них существуют какие-то свои там чаты в Телеграме, где они обсуждают, как от этой жалобы отбиться, как от этой претензии отбиться. Для того, чтобы в дальнейшем, когда будут выставлять автомобиль на продажу в салоне, оформить все юридически так, чтобы ты, как потребитель, к этому не мог предъявить претензий. Я начал снимать про скидки еще в 2015 году. Потому что тогда, купив Мазду 6 со скидкой 37 тысяч рублей, ну это была честная прямая скидка, я об этом в одном из роликов рассказал, и мне написали люди комментарии, что ты врешь. Что за бред, ты покупаешь новую машину со скидкой, да как такое вообще возможно, ты ее что, на рынке покупал? И за это время, за 6 лет, я очень много снимал роликов о том, как правильно взять кредит, как вас могут обмануть. Все показывал, рассказывал и продолжаю с регулярной периодичностью это делать. Но как показывает практика, это смотрит определенная группа лиц, но не вся страна. И многим, как я сказал в начале, это неинтересно, это скучно, это такая информация, ну зачем это смотреть, ну неохота. Именно поэтому народ продолжает и продолжает вляпываться. Казалось бы, в 2021 году, ну как можно верить автосалону, который не является официальным дилером, что у него остались автомобили 2020 года, и они продаются дешевле, вдумайтесь, новые автомобили дешевле, чем машины с пробегом на вторичке, там, 18-го, 17-го года. Ну как такое может быть? Вы думаете, в это не верят? Полно. Эти салоны что, закрываются? Нет, они продолжают существовать. И каждый, можно сказать, там, ну не день, там, ну в неделю, там, 3-4 письма я получаю, звонки получаю со всей страны, что людей обманывают в таких салонах. Они, вот, приедете, помогите. А что помогите? Зачем вы верите в чудеса, когда из каждого утюга сейчас кричат, что на масс-сегмент скидок нету, что везде идут только одни на оценки? Звонят люди, вы не представляете, некоторые говорят, что я хам по телефону, потому что я сразу задаю прямой вопрос, у меня нет времени вот это долго обсуждать. Мне нужно сразу понять, какая машина, если я могу по ней помочь, я говорю, да, я смогу, если нет, не смогу. Некоторых это удивляет, типа, что это ты со мной так долго не стал разговаривать? Ну, бывают люди такие, что звонят и говорят, хочу купить там Керриева. Я говорю, ну у нее нет скидок. В смысле нет скидок? Ты кто? Ты вообще специалист по скидкам или ты лошара? Я вот зашел в салон, мне 150 тысяч скидывают, мне за трейдин скидывают, мне это, это дарят. Я говорю, как покупаешь? Ну, кредит, трейдин, меня вот это все устраивает, а ты, говоришь, скидок нет. Типа, пошел в жопу. Но я-то понимаю, что в жопу пойду не я, а в жопе окажется он, после того, как он на новенькой машине выйдет из этого автосалона. И таких полно. Соответственно, друзья, здесь хочу подвести, да, общую черту. Вот отвечай на вопрос, почему такое происходит? Потому что вы, мы с вами, люди, народ простой, покупаем на таких условиях. Таким образом, покупают эти машины, в первую очередь, финансово неграмотные, которые приходят, ну, их тупо обманывают, их вводят в заблуждение, но они этого не понимают. Купил, вопрос свой закрыл, на новенькой машинке поехал, наслаждаешься. Либо те, у кого деньги есть, они понимают, что да, невыгодно, но тачка нужна, фиг с ним, заработаем еще. Купил, вопрос с автомобилем, также закрыл и едет дальше. И хочу поставить хороший вопрос. А нужна ли вам вообще новая машина сегодня? Вот для чего? Я общался буквально на днях с человеком, у которого машина 2018 года, это Kia Optima GT Line 2.4 мотор. В хорошей комплектации, пробег 45 тысяч километров. Машина, конфета, ну, по состоянию. Все работает, нареканий нет, все исправно. И вот он ездит, думает, блин, вот бы ее продать и купить другую. Я говорю, слушай, ты ее продашь, купишь машину, во-первых, по новым ценам, во-вторых, ты ее купишь с допами на 300-400, ну, повторять одно и то же не буду. Нафига тебе это надо, когда у тебя тачка в хорошем состоянии, она у тебя свежая, у тебя еще гарантия есть. Ну, вот ему кажется то, что завтра станет хуже, что его машина в цене упадет. В общем, какие-то сам додумаю для себя проблему, когда я ему говорю, ты катайся и наслаждайся. Те, у кого машина там 5, 6, 7 летняя, вам не кажется, что проще в машину вложить там определенное количество денег, пусть это будет 50, 100 тысяч рублей, ну, поехать перетряхнуть всю подвеску, отдать ее на химчистку, на полировку, привести машину в хорошее состояние, в идеальное состояние. Вы отдадите за это гораздо меньше денег. Ваша машина с пробегом уже не так сильно теряет в цене. Вы катаетесь на хорошей тачке, на ликвидной, все. Нафига вам ее продавать сейчас, когда, повторяюсь, из каждого утюга вам доносят, что выгодно, вы не купите. Нет, надо ехать брать. Отчасти люди просто тоже привыкают, да, кто-то там раз в 3 года, раз в 5 лет машины менял, и тут вроде как хочется придерживаться текущего уровня жизни, но когда приходишь в салон, охреневаешь это всего. В общем, я считаю, что надо просто успокоиться, не бежать по этим салонам, покататься на своих автомобилях, дать дилерам посидеть месяц, второй, третий, где-то полгодика. Кто-то из них закроется, соответственно, машин у дилеров будет становиться больше. И в дальнейшем, как минимум, мы уже будем покупать не с наценкой, а как минимум в РРЦ. Опять же, вот это развитие онлайн-продаж только на руку. Ну, а как мы говорили в одном из сюжетов, Hyundai начала там мутить тему, что хочешь купить машину онлайн только через кредит. В общем, тоже ставят палки в колесах. Поэтому ситуация следующая. Виноваты в первую очередь мы с вами сами, мы люди. Не нужно давать возможность дилерам продавать им на тех условиях, которые они нам надиктовывают. Пришел, тебе навязывают допы, факью, факью, просто показал и ушел. Но самое главное, чтобы за тобой не зашел на эту машину Бася, который меня устраивает. Ставка низкая. Вот, что-то 2% ставка. Берем. О, платеж мой проходной. Берем. И в силу того, что рост идет на новые автомобили, точно так же растет вторичка. Очень часто люди здесь допускают ошибки, что заходят на какой-нибудь автору и видят там начальные цены, думают, а, ну вот, там, по такой цене можешь купить. Ну, уже всем понятно, что низ рынка смотреть не стоит. Нужно смотреть хотя бы середину, вверх и анализировать. Вот, огромное значение играют вот эти доски объявлений, различные сервисы, порталы по помощи, по поиску автомобилей, которые вводят людей в заблуждение. Там пишут, ценники низкие, по факту таких цен просто не существует. И человек смотрит, видит предложение, что там скидка есть, цена низкая, едет в салон, а там его начинают обрабатывать, дурят, ну и так далее. Соответственно, с этим тоже нужно бороться, делать какие-то санкции для них. Ну, потому что в первую очередь тебя обманывают, тебя заманивают привлекательным, там, да, ценничком, а на деле херенечек тебе будет, а не ценничек. Значит, смотрите, еще раз подчеркну, в следующем видеоролике я сделаю отдельный акцент по всем брендам, с тайм-кодом распишу, где какие наценки, что рассказывают сами менеджеры, чтобы у вас было понимание. И на что действительно можно сегодня, там, на момент сентября-октября получить реальную скидку. Таким образом, просмотрев следующий видеоролик, у вас будет понимание. Друзья, он будет минут на 20-25, этот ролик вышел там на полчаса, ну, поймите правильно, часовой фильм, ну, вам же будет тяжело смотреть. Поэтому сделаем все оперативно, этот ролик вышел в пятницу, следующий будет, ну, ориентировочно на вторник, я постараюсь сделать его как можно быстрее. Именно поэтому подпишитесь на канал, если вы этого не сделали, а еще лучше подпишитесь на инстаграм, потому что там всегда выходят анонсы свежих видеороликов. Я надеюсь, этот сюжет для вас был полезен, пишите ваше мнение в комментарии, подчеркиваю, комментарии я никогда не удаляю, бывает так, что они в спам отправляются, люди недовольны, написал комментарий, ты его удалил. Нет, друзья, я ничего не удаляю, высказывайте полностью ваше мнение, пишите, где вы покупали машины, какие вам наценки делали, где вам удалось купить машину со скидкой. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм канала, до новых встреч, всем пока-пока.